Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу сейчас еще один сорт вам описать и показать, который возможно, о котором возможно не знает почти никто, потому что сорт это очень-очень редкий. Редкий это не значит, что он какой-то уникальный, экзотический, нет. Но почему-то его нет в продаже. Этот сорт называется Денежное дерево. Он очень хороший, очень мне нравится, также подходит для цельноплодного консервирования. Но купив его один раз много-много лет назад, больше ни разу в жизни я его не видела в продаже, может быть где-то и продается, но если вот увидите где-то сорт Денежное дерево, вы уже будете знать, что это за сорт. Я уже описала вот медовую каплю, которая вес 30 граммов. Описала оранжевые сливки, вот эти справа, которые вес 60 граммов. Описала ляну, которая 60-70, это даже может быть 80 граммов. Но вот этот вот сорт, который сейчас буду описывать, Денежное дерево, он из них самый крупный, 90-100 граммов. Их даже видно по нему, что по сравнению вот с черри, медовая капля, конечно, он отличается сильно. Вообще, этот сорт, он, конечно, не только для консервирования. Он плодоносит весь год, но из-за того, что он индетерминатный, у него продолжительное плодоношение, он плодоносит до глубокой осени, и его очень удобно использовать для консервирования. Потому что консервируем обычно мы попозже, не в разгаре лета, а осенью. И вот сейчас, сегодня 11 октября, у меня вот такие вот плоды, еще есть зеленые, которые не дозрели, если бы продолжалось лето дальше, они бы и дальше зрели, все больше и больше. Сорт, как я уже сказала, индетерминатный, он может вырасти у вас, в зависимости от условий выращивания, от полутора до двух метров в высоту. И на пачке производителя было написано формировать в один стебель, но я, как всегда, еще раз повторюсь, что я в один стебель или в два формирую только крупноплодные томаты, обычно. А вот эти обычно я пускаю на самотек, то есть оставляю там вверху и два, и три, иногда четыре ствола, потому что они крупными, все равно крупнее, чем 90-100 грамм они не будут, и нет смысла убирать лишние пасынки, потому что на них поздно осенью сформировывается еще дополнительный вторая волна урожая. Они очень хорошие для консервирования, потому что плотненькая вот такая кожица, как обычно, вот все, что я говорила о предыдущих сортах, все касается и денежного дерева. Плотная кожица хорошо держит форму в банке, томат не растекается, и его достаешь, он остается целый. И эта же плотная кожица позволяет долго хранить, то есть его можно с легкостью транспортировать на длительное расстояние, и можно хранить в течение скольких-то там, ну конечно не до самой зимы, но 2-3 недели, если в фазе молочной зрелости сорвете, даже месяц он у вас полежит, если создадите условия подходящие для хранения. Вот это еще один сорт, который можно солить, можно хранить, а в течение лета, конечно, можно употреблять в пищу. Это тоже растение с картофельным типом листа, так же, как я вот про медовую каплю говорила, мне очень нравятся томаты с картофельными листьями, это томат кармен, медовая капля, мисс Америка, вот денежное дерево, потом розовый слон, еще у меня в этом году появился сахарный бизон, все вот эти томаты с картофельным типом листа, они очень сладкие, очень вкусные, хотя они все разные, но вот у денежного дерева есть свой томат брат-близнец, это мисс Америка, я вам показывала ли это в мисс Америку, и вот точно такое же денежное дерево, кистями на протяжении всего вот этого, вот всей высоты расположены вот эти томаты, они как бы штампованные, вы видите, что они все одинакового размера, независимо они в начале, в конце или где-то, и это очень удобно подходит для консервирования, потому что нам всегда рекомендуют укладывать в банку желательно томаты одного размера, если мы положим томаты разного размера, какие-то возьмут в себя более, больше соли, какие-то меньше, какие-то больше прогреются, какие-то, ну у них будет, короче, разная степень вот этой вот термической нашей обработки, и очень удобно, когда томаты все одинаковые, денежное дерево это именно тот сорт, который нам прям штампует томаты одного размера, один, второй, третий, четвертый, пятый, и все-все дерево вот в таких вот, и поэтому оно называется, как там вот в описании где-то я читала, что как монеты все одинаковые, как будто вот штампуют монеты одного размера, и это так же, растения вот штампуют, штампуют вот эти томатики, и все они одинаковые, как на подбор, вы видите, что у них очень высокий показатель вот по товарному виду, выход товарных плодов прям стопроцентный, нет ни уродливых, ни изогнутых, ни каких-то корявеньких, все круглые, красные, одинакового размера, одинакового веса, все, вот это сорт денежное дерево, о котором, возможно, вы и не слышали, но мне он нравится, и если кто-то, кому-то нужны, не все же любят крупноплодные томаты, чтобы вот был крупный, кто-то любит и средний, вот такие 90-100 грамм, очень удобно, потому что, если взять, можно его скушать одну, и все, они такие же сладкие, сейчас попробую разломлю, они тоже сладкие, как крупноплодные, они такие, как, на разломе у них мясистая вот такая, сахаристая, видите, вот если сахаристость у томата присутствует, значит, он сладкий, он вкусный, ничего с него тоже не вытекает, ну, немножко, конечно, вытекает, но это учтите, что это последние плоды, что это средина октября, конечно, летом, ну, когда вот самый разгар лета, солнце, самые вкусные, самые сладкие томаты, все, до свидания, краткий видеообзор сорта «Денежное дерево», высокий, эндотерминантный, урожайный, кистями, средний вес 90 грамм, картофельный лист,